В Воркуте прошло мероприятие по случаю 27-й годовщины с момента вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года последние войска 40-й армии пересекли границу по направлению к Союзу Советских Социалистических Республик. Мероприятие по случаю Дня памяти погибших воинов-афганцев и участников других боевых действий проходит в Воркуте ежегодно. И этот год не стал исключением. От имени организаторов митинга, администрации муниципального образования городского округа Воркута, Совета ветеранов города мы приветствуем всех, кто прошел дорогами Афганистана. Всех, кто верил и ждал. Кому дорога память о той далекой и близкой войне. Война в Афганистане унесла жизни 15 тысяч наших соотечественников и покалечила около 53 тысяч солдат. Война в Афгане длилась более 9 лет. С траурной речью к собравшимся обратился руководитель муниципального образования Юрий Толгих. В своем выступлении он вспомнил свои годы службы в рядах Советской Армии, которые совпали с боевыми действиями в Афгане. Ко мне в роту пришли 12 боевых разведчиков, которых выводили из Афганистана. Общаясь с ними, сразу было видно, что эти ребята были намного старше по своему восприятию мира, чем их сверстники. Ребята уже со своей жизненной позицией и в прямом смысле патриоты Родины. Ребята, которые уже увидели в своей жизни и годич потерь своих однополчан. И радость за то, что они все-таки вернулись. Ребята, которые действительно было, как раз сказать, именно с ними в разведку не страшно идти. В ходе мероприятия ветеранов боевых действий наградили медалями в честь столетия ВВС, 85-летия войск ВДВ и за исполнение интернационального долга. Один из награжденных, Сергей Викторович Родунов, помнит себя 18-летним мальчишкой, который волей и судьбы тогда оказался на границе боевых действий. Никому бы не хотелось пожелать побывать в таких точках. В общем-то, все. Вот такие они – герои конца 80-х. 50-летние мужчины – немногословные герои, в чьей памяти навсегда останутся 9 лет кровопролитной войны. Вот этот памятник, он символизирует то, что на Россию не надо нападать. Мы долго сомневались, что это сделать и как. То есть, это наша Родина. Четыре щита, четыре меча. Но, как говорят, мы достаем меч, но не до конца. То есть, мы предупреждаем то, что мы есть сильные и всегда остаемся сильными. А самое главное то, что многих сейчас ребят здесь нет. И вот это вот построено для них. И вот этот камень памяти, вечная память тем, которые вы видите на моей голове, седые волосы. Это говорит о том, что мы еще остаемся верны. Было то, что когда вручили автоматы, и мы присягнули защищать нашу Родину, мы тогда еще знали и верили, что мы защищаем свою Родину. Это надо было. То, что Кузькина мать, это знает Хрущева и так далее. А мы, если не было нас в Афганистане, разместили америкосы, свои пернатые ракеты. Название их так и называли – пернатые. А мы тогда защищали свою Родину, и мы исполняли свой долг, и мы столкнулись с сильной армией. Если вы смотрели фильм «Девятую роту», увидели, что это… Мы шли туда, мы знали, с кем воевать, и нам говорили это. Они никогда не проигрывали войну, но мы достойны, и то, что мы вышли, и до сих пор они помнят. Мы пришли туда строить, делать добрые дела. Сегодня на территории Воркуты проживает 1260 ветеранов боевых действий. И наша задача – сделать так, чтобы их подвиг не канул в лету. Конечно, нужны такие мероприятия проводить как можно чаще, тем более в наше время. Они, конечно, нужны для подрастающего поколения, чтобы видели, знали. Мы же тогда тоже это было 18-19 лет, пацаны. То есть тоже были воспитаны на этих подвигах наших отцов и дедов, которые еще в Великой Тишине воевали. А сейчас как бы вот вакуум этот 20-летний, ну надо как-то его возмещать, то есть воспитывать, рассказывать, чтобы дети знали, что это не стрелялки в кино. Третий год подряд в данном мероприятии принимают участие воспитанники коррекционной школы в рамках акции «Свеча памяти». Не забыть нам тех, кто воевал за пределами матушки отчизны. Не забыть никогда тех, кто отдал свои жизни. Вспомним тех, кто не вернулся. Допомянем минутным молчанием. Не забудем тех людей. И дадим им обещания. Никогда не позабыть чувство счастья и свободы. И всегда-всегда хранить свою семью и волю. В завершении митинга собравшиеся возложили цветы к памятнику воинам, навсегда оставшимся на той войне, отстаивая честь и достоинство российского государства. Ольга Чебнева, Денис Кораблев, ТВ Гало, Воркута.